здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок сегодня работает с вами ученый агроном ломонос петр тема нашего сегодняшнего занятия как посадить кировой чеснок почему этой теме мы уделяем такое внимание а зимый чеснок получается во многих урожая как бы многие плохое хорошие урожая его имеют а вот кировой чеснок как многие считают у них не растет а почему не растет почему не удается давайте будем разбираться в этих тонкостях ну во первых начнем с того что яровой чеснок бывает бывает двух типов бывает чеснок азима азима южного типа вот южный тип чеснока имеет вот такие луковицы хорошие крупные луковицы таким сортам относятся сорт старобельский сорт сочинский сорт херсонский ну и некоторые другие значит особенно сортов что они высаживаются на юге как по зиму так они садятся весной они все дают прекрасные крупные луковицы а вот наша северная разновидность чеснока имеет вот такие луковицы конечно зубков может быть больше меньше зависит зависит это этот от сорта но луковицы как бы небольшие и диаметр обычно 5-6 5-6 сантиметров и наши луковицы которые яровые северного типа они как бы видят такая форма более вытянутая ну неровные такие не округлые что эта культура любит и почему у нас она не получается во-первых яровой чеснок любит плодородные почвы почва должна быть влажная поэтому на своем участке отводите под яровой чеснок самые пониженные места это не зима он не вымокнет он не вымерзнет поэтому там садите смело во вторых он очень любит плодородные почвы поэтому вырастут как бы я тоже буду садить на этом поле росли огурцы в прошлом году сейчас я буду садить чеснок потому что почва заправлена органикой заправлена почва органикой и раз заправлена органика значит хорошее плодородие это чеснок будет расти вдобавок яровой чеснок мы как бы по зиму чесноку не замечаем мы его садим осенью весной дружно сходит а вот яровой чеснок сходит в течение 20 дней поэтому представьте что если мы этот чеснок ну садим поздно то он пока 20 дней взойдет как мы теряем время его роста вдобавок он чувствительный длиннее светового дня чем мы больше длиннее день в начале роста чеснока в период тем большую луковицу мы получим и соответственно наоборот поэтому эту культуру для того чтобы иметь хороший урожай крупные луковицы надо надо высаживать как можно 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 раньше в открытый грунт и вдобавок культура любит начальный период роста пониженной температуры то есть температуре парадка даже 5-6 градусов вот этим и что получается если мы создаем пониженной температуры уже знака могут развиться где-то 20-25 корешков с одного с одного зубка если мы садим более теплую пору чеснок конечно сходит быстро за неделю но количество корешков 3-4 ну максимум 5 сами понимаете что есть и камней 5 раз меньше зубка такая бы силы его не было урожай будет гораздо меньше ну и что самая интересная особенность этой культуры то есть его зима чеснокам мы используем полностью луковицу то ярового чеснока надо брать только только наружные зубки и еще один такой важный момент уровня все знают в отличие от зима чеснока в которого почти стопроцентная у схожи зубков у ярового чеснока она не все не всегда стопроцентная вот поэтому мы сейчас украсть и лукове разберу разберу луковицы вот отделим наружные зубки и проверим, жизнеспособны они или нет. Как это делается, сейчас я покажу. Берем зубок и после этого мы срезаем самую верхушку, примерно на шестую часть. Посмотрите, какие замечательные, туда же у нас два росточка ярко-зеленые. Иногда бывает, что мы срезаем чеснок, вот здесь тоже ярко-зеленые. Если мы срезаем чеснок и там нет вот этой яркой зелени, значит наш чеснок необходимо подготовить. Для того, чтобы наш чеснок зашел, чтобы он наш наклевываться, мы его будем подготавливать. В чем заключается подготовка чеснока? Заодно это будем делать обеззараживание. Берем воду. Вот на такую литровую мы сыплим примерно столовую ложку золы. Вот это у нас так примерно столовая ложка золы. Мы это размешиваем. Потом берем зубки чеснока и вот знаете, что лучше взять или марлевый мешочек, но именно такой, чтобы водопроницаемый мешочек. Не просто такой плотный, а водопроницаемый мешочек. Что мы сделаем? Мы эти зубки, которые мы срезали, мы забрасываем мешочек. После того, как забросили мы в мешочек, мы его завяжем. А почему желательно в мешочек, чтобы потом не выковыривать эти зубки из золы, которые сядут на дно посуды. И после этого мы их берем и опускаем, замачиваем. Замочили. Сейчас они промокнут, осядут на дно и они у нас мокнут в течение трех-четырых часов. В течение трех-четырых часов они помогли у нас. После этого мы их достаем и ложим в полиэтиленовый пакет. Где-то на третий-четвертый день наши чесночинки станут наклевываться, станут появляться корышки. Раз появляться корышки, наш чеснок уже будет готов к посадке. Торопиться не надо, потому что если мы поторопимся, посадим, часть не взойдет и у нас будут просто-напросто простые места. После того, как они будут подготовлены, мы будем высаживать. Несколько другая технология будет для чеснока, которая южного типа. Для таких вот крупных чесночинков иметь. У нас их тоже можно вырастить в наших белорусских условиях, только необходимо постараться. Во-первых, такой чеснок, чтобы вырастить такие вот красивые луковицы, вот что необходимо сделать. Для того, чтобы иметь такой чеснок, у нас им просто-напросто не хватает тепла. То есть вегетационные периоды они успевают вырасти, но не хватает тепла, суммы температур. Для того, чтобы создать им нужную сумму температур и получить хороший урожай, мы их будем выращивать рассадой. Подготавливаем точно так же, как мы сделали, только где-то уже в конце февраля, начале марта мы их высеваем в ящики, которые мы держим или в комнате, или в отапливаемой теплице. И их уже мы получаем рассаду. Вот чеснок, который южные такие сорта, крупные, будет выращен рассадой, будет посажен грунт, он даст нам такие же самые, даже может более крупные, хорошие луковицы. За счет того, что мы удлиним вегетационный период и, соответственно, он наберет нужную для его развития сумму температур положительных. Мы приступаем к посадке. Ну вот значит у нас градка, есть вещь градка, где у нас в прошлом году росли огурцы. На этой градке мы и посадим наш яробой чеснок. Ну почва, значит унесен перегной и в эту почву обязательно добавлена доломитовая мука. Если у вас нет доломитовой муки, то можете использовать золу или мел. Почему? Потому что чеснок не любит кислых почв. Он растет на почвах нейтральных и щелочного состава. Поравняем землю. После этого технология очень простая. Берем плоскорез, делаем, делаем радочки и начинаем высаживать наш чеснок. Для профилактики мы можем, чтобы почва была более шелочная. Берем доломитовую муку и по чуть-чуть посыпаем в радочек. Также мы добавим суперфосфат, который поможет развиваться лучше корневой системе. Ну все, наш чеснок готов к посадке. Вот у нас есть рассада и мы будем эту рассаду высаживать. Расстояние между радочками видите это самое, где-то 25 сантиметров. Расстояние между растениями. Для того, чтобы иметь крупную луковицу, мы будем давать 15 сантиметров. Наш чеснок промок и мы его тоже также будем высаживать. Второй радочек мы делаем тем чесноком, который у нас промокал в золе. То есть он набрался микроэлементов из золы и соответственно даст нам хороший урожай. Шаг посадки точно так же. У человека есть крупную луковицу 15 сантиметров. Особенность посадки зубков, их нельзя глубоко засаживать в почву. От поверхности почвы до основания должно быть не более двух сантиметров. То есть у горки садим мелко. Потом просто просыплем землей. Если значит тоже вот интересная особенность. Видите одна сторона как бы чеснока выпуклая, вторая такая. Вот листики будут все вот так у чеснока. Поэтому соответственно если мы будем высаживать в одном парадке, мы будем иметь и можем иметь листики в любом направлении. Или только все так будут листики или будут идти все вдоль рада. Так что вы просмотрели ролик, поняли, что главное. Подготовить зубки к посадке, выбрать низкое место с плодородной почвой, сделать посадку. Посадка в более ранние сроки, как только возможно выйти в поле. Это может быть и март, даже у нас в средней полосе Белоруссии. Вот это может быть начало апреля, но никак не начало мая. Если вы садите в начале мая, вы уже урожая не получите. Посадили и самое главное, зубки не заглубляйте. Не заглубляйте зубки. Посадили, они в течение 20 дней у вас зайдут или раньше. Об этом мы тоже вам уже рассказали. Раз раньше будут сходы, значит больше урожай. И у вас чеснок, очень вы удивите, что у вас чеснок удастся. И без всяких, без всяких забот. Советы очень простые. И думаю, они вам пригодятся. Смотрите наш YouTube канал. А пока, до свидания.